Неужели вирус, поразивший тысячи компьютеров по всему миру, является местью КНДР? И сколько уже удалось хакерам заработать на кибератаке, вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Вчера сеть кипела догадками и предупреждениями о кибератаке вирусом под названием Вонокрай. Эксперты молниеносно начали искать, откуда растут корни мошеннической схемы. Таким образом, в вирусе найден элемент кода, который указывает на хакерскую группу Лазарус. Их же считают орудием мести Северной Кореи. Представители лаборатории Касперского американской компании Симонтек уверены, что один из кодов, использованных в более ранней версии вируса Вонокрай, появлялся в компьютерных программах Лазарус Групп. Однако, пока это только догадки, хотя и подпитаны некоторыми фактами. Эксперты в области кибербезопасности продолжат изучение кода, а пока интернет-мошенники свободно зарабатывают на своих схемах. Известно, что именно команда хакеров Лазарус в прошлом году стала богаче на 81 миллион долларов, украв их из Центрального банка Бангладеш. А несколько лет назад, в 2014-м, они взломали компьютерные системы Sony Pictures. А пока все только догадываются, жертвы кибератаки уже заплатили более 70 тысяч долларов. Однако, как сообщает администрация президента США, киберпреступники так и не разблокировали ни единого устройства. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Том Боссард заявил, что взлому подверглись более 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Но федеральные компьютерные системы США пока не пострадали. Среди жертв оказались компьютерные системы немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn, испанской телекоммуникационной системы Телефоника, а французскому автопроизводителю Рено пришлось временно остановить производство на нескольких своих заводах во Франции и Словении. Как можно случайно опубликовать личный номер мобильного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса, знает газета The Washington Post. Как пишет СМИ, на прошлой неделе поступил звонок от читателя Пола Редмонда. И именно он заметил в новости об охраннике президента США Китти Шиллере фото с папкой документов. Оказывается, на фото можно было разглядеть телефонный номер с подписью Мэттис. Washington Post, не стесняясь, позвонил по указанному номеру и, как оказалось, на другом конце провода был действительно министр обороны США. Сейчас фото удалено, а министру, скорее всего, придется сменить номер. И на этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Следите за всеми мировыми событиями с Дукаскопи ТВ.